Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Спасибо всем, кто подписывается, комментирует, ставит лайки и поддерживает нас. Вот, выскочил из театра на несколько минут, чтобы записать для вас видео. Спасибо всем, кто посмотрел вчерашнюю читку. Поверьте, для артистов это невероятно сложная работа. И я благодарен каждому зрителю, который написал к ней комментарии. Потому что актеры очень их читают, и для них это очень важно. Поэтому, если вам не сложно, посмотрите читку, или кто посмотрел, обязательно прокомментируйте ее. Вот. Ну что? В Москве состоялась встреча Пу и Лу. Да? Или Лу и Пу. Вы знаете, у нас есть передача с Лебедька, Пуля, да? Куля. Курейчик Лебедька. Так тут вот это тоже Пу или Лу-Пу. И вот, значит, как и ожидалось, Лукашенко подписал 28 этих интеграционных карт, полностью сдал все, что касается суверенитета страны. Это, конечно, удивительно. Это потрясающе вообще в здравом уме. Ну, каком здравом? Давайте честно. Каком здравом? Ну, просто взять и сдать весь белорусский суверенитет. Разом. А что такое сдать суверенитет? Почему я говорю сдать суверенитет? Значит, формируется якобы единое пространство. Там экономическое, юридическое и так далее. Вот эти 28 интеграционных карт, это там типа таможня, экономика, нефтегаз, бла-бла-бла. Куча сфер. Налоги. В результате чего, значит, у нас должна быть унифицированная система с Россией. Что такое унифицированная система законодательства с Россией? Это значит, что мы, белорусы, лишаемся своего исконного права, суверенного права издавать свои законы. То есть, ну не знаю, ну хотим мы налог, например, вот такая ставка. Мы, белорусы, мы считаем, что нам вот выгоднее так. Нельзя будет. Надо будет сначала положить этот закон на стол Путину. Дальше он это визирует или не визирует. И если он не визирует, у нас такого закона нет. Потому что у нас должно быть все унифицировано. И понятно, что когда экономика Белоруссии, это 2% от российской экономики, понятно, кто будет устанавливать все правила. И уже устанавливают все правила. А учитывая, что Лукашенко там подвешен за свои эти стальные яйца, и никакие тут яйцеведы и яйцелюбы тут не помогут, понятно, что он будет подписывать все. Но народ Белоруссии лишается своего суверенного права жить по своим законам. А это главная черта любого государства, независимого государства. В рамках своей территории народ может принимать те законы, по которым ему, народу, удобно жить. Теперь у нас будут российские законы. Вот что он подписал по факту. Теперь ни один белорусский закон не сможет быть принят без визы из администрации президента России. Это нормально, друзья мои. То есть, можно оставить видимость, не знаю, территории Республики Беларусь. Можно оставить, не знаю, там, условную конституцию, вот эту новую, конечно, он будет пропихивать конституцию воскресенского яйцеведа. С целью, там, всех этих гарантий бесконечных, которые там прописаны. Но это все не имеет никакого значения. Вообще никакая конфигурация не имеет значения, потому что по этим интеграционным картам законы Беларуси принимаются с визирования России. Вот это ужас. Вот это за гранью добра и зла. Вот это реальный конец настоящего суверенитета. Что ни один закон, а там 28 тем, а это фактически охватывает все законодательство Беларуси, я думаю, без исключения, теперь обязано быть согласовано и унифицировано с российским законодательством. А законодательство там не самое лучшее, если бы там еще нормальное было законодательство. Ну, не знаю, по экономике Россия 20 лет не растет экономически, имея самые большие ресурсы в мире, самую большую территорию в мире, огромный научно-технический потенциал, но, несмотря ни на что, 20 лет с 2008 года, это, ну, там, не 20, извините, да, 13 лет, да, с 2008 года, Россия не растет более чем, там, реально меньше процента, почти к нулю сводится. Это означает, что там реальный минус. Это означает, что там не может развиваться бизнес. Это означает, что там экономическая стагнация. И даже эти супер-супер ресурсы, их не спасают. Ну, не спасают их эти ресурсы, их гениальные. А у нас и ресурсов нет. И мы будем брать законодательство страны, в которой отсутствует экономический рост. Ну, к чему это приведет при нашей ситуации? Ну, это просто за гранью добра и зла. Да, я уже не беру политику, да, все эти их законы про иноагентов, там, наши драконовские законы, про суверенный интернет. Кому мы вообще присоединяемся? Кому мы интегрируемся? Это настолько безответственный поступок. Это настолько, я понимаю, что, ну, человеку надо спасти свою задницу. Ну, я это понимаю психологически. Я понимаю, вот, спасает свою же, да, и свои эти яйца, да, которые надо спасти. Я все понимаю. Ну, это настолько безответственно, поставить страну в ситуацию, когда она не сможет принять нормально ни одного своего закона. Ну, это и называется губерния. Как там ни, так сказать, обзови. И они нам рассказывают про независимость, про суверенитет. Ну, просто, не знаю, твари на самом деле. Вот я, у меня другого слова нет. Вы меня извините, пожалуйста, за это. Вот. Но я считаю, это такая безответственность. Это мы так долго будем все расхлебывать, и столько придется поломать потом копии с этой Россией. То есть, это нас загоняет такой конфликт с Россией, потому что из этих, ну, конечно, мы будем выходить из этих карт. Ну, вы же понимаете, какой поднимется ор, и какая будет цена этому. Потому что туда вход рубль, выход два, понимаете. И они нас туда загнали. И когда белорусы осознают и поймут, что, ну, они осознали уже, но они захотят просто. Вот придет кто-то, кто скажет, подождите, а я хочу вот свой налог. Или там свою ставку на что-то. Или российский генерал скажет, ах, ты хочешь свою, а он у нас, Лукашенко, подписал, что ты свою не можешь. А будешь вякать, сейчас прилетит эти Су-27. Ну, зачем ставить страну в такое положение? Зачем вводить Беларусь в дикий конфликт с Россией? Вот объясните мне, друзья мои. И это я не понимаю. Но то, что эти люди сдали просто суверенитет, продали его за свои личные гарантии какие-то, видимо, это просто, ну, объективный факт, который следует из их же сообщений. Вот. Ну, а теперь многое зависит от нас, нашего отношения. Надо его демонстрировать к этому всему. Вот и все. Друзья мои, кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, читку пьесы «Голоса новой Беларуси». Она уже на канале. Это, наверное, единственная будет пока читка на русском языке. Дальше уже другие языки. Английский, финский, польский, словацкий и дальше. Ну вот, думаю, эта пьеса широко пойдет. Но это важно для нас, поэтому в большей степени, чем для финнов и словаков. Поэтому, если возможно, пожалуйста, посмотрите, напишите комментарии. Актерам это очень приятно. Спасибо огромное всем. Ну, более подробно тему этих карт и других вопросов обсудим, когда, ну, я уже буду не у театра, а где-то в гостинице или где мы сможем спокойно пообщаться. Спасибо всем огромное. Это был Андрей Курейчик.